Часы судного дня. Знаете, такие часы есть? Судного дня называется. Это проект, значит, в 1947 году, еще создателями первой атомной бомбы. Эти часы показывают, сколько времени осталось до полуночи, то есть до ядерного катаклизма. Решает это совет директоров, сколько времени осталось до полуночи. В него входят 18 лауреатов Нобелевской премии. Вот так вот, сегодня до полуночи осталось, они говорят, 90 секунд. Они считают и заявляют, мы приближаемся к катастрофе, и все люди должны отреагировать. Мы переживаем самый опасный момент в современной истории. Учтите, он вполне может наступить. То есть это их предположение такое. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, почему нам просто до лампады, вот я так по-простому скажу. Нам на самом деле совершенно не важно. Не важны эти заявления? Нет. То есть они там собрались, они говорят, они определяют, сколько до полуночи, а нам наплевать на это. Почему? Вот можно сказать, почему? Почему мы не боимся этого? Такова наша природа. Такова наша природа. Это постоянный ваш ответ будет такой, да? Ну, а что же сделаешь? Я вот так это вижу. Ну, у меня есть дети, внуки, у меня есть там, я не знаю, моя жизнь какая. Ну и что, тебе очень хочется, чтобы они тащили на себе эту несчастную жизнь? Да? Ну, несчастную не хочется. Из века в век вот так вот на себе... Страдая. Страдать беспробудно, бесконечно. То есть во мне не будет этих, во мне этих часов судного дня, что вот тикает, 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 и я начинаю, так, знаете, дрожать, волноваться, вот-вот это произойдет. Нет, а что? Пытаюсь, хочу это остановить, все. Если это кончается, какая разница, это будет сегодня или будет через 10 лет? То есть призывы эти все, это все, как на иврите, на ивритеше, холоймес, да? Да. Все это ничего не значит? Нет. Для чего же тогда вот призывают, подписывают договоры, в ООН собираются, Советы Безопасности, для чего? Ну, кто-то должен что-то делать и получать за это деньги. Ничего не будет. Этот мир так и останется... Обреченным? Да. Да? То есть нам, находясь в этом мире, чем надо заниматься в таком случае? Вот если не останавливать эти войны, если не заниматься, там, я не знаю, миром в мире, или чем-то заниматься. Чем мы должны заниматься в этом мире? Вообще самое лучшее, если бы мы пошли спать. На самом деле, вот изобрели вы такую таблеточку, сейчас все мы принимаем, допустим, в 12 часов ночи, таблетку и просыпаемся через 100 лет. Что за это время произошло бы, ну, мир бы оздоровился. Вы же видели, что происходило во время короны. Животные заходили в города, экология улучшалась, там, нам рассказывали, там, очищались, там, родники всякие, озера, реки. То есть очистился бы мир от нашего загрязнения. Да. Ну, это... Было бы хорошо. Вообще неплохо, конечно. Но... Уже никто никого не убивает хотя бы. Да. Ну, а в реальности, хорошо, таблетки не будет. Заснуть мы не сможем. В принципе, в реальности. Вот эти люди нашли для себя цель предупреждать мир о ядерной катастрофе. Другие, наоборот, строят ядерные бомбы. Третьи, там, хотят жить спокойно, им не дают. Все-таки, в принципе, к чему мы должны все прийти? Вот, человеки весь... Мы должны прийти к вопросу, для чего все-таки живет человек. И, конечно, не ради того, чтобы проспать свою жизнь. Так. И ничего не сделать. А получить ответ на этот вопрос. Для чего я живу? Это все мы должны задаться этим вопросом и получить на него ответ. То есть вы лично свою задачу видите в том, чтобы человек задался этим вопросом, да? Да. К какому ответу он придет, если есть вопрос? Ради чего живу. Ради чего? Да. Ради чего? Ради чего? Да. Вот это пусть каждый поймет, для чего он живет. То есть это и есть мотор, да? Мотор жизни. Да. Для того, чтобы подтолкнуть людей к Творцу. Для этого живет человек? Для этого живет человек. Я считаю, что выше этой задачи нет. Ради того, чтобы подняться до уровня Творца. Понятно. И это и обычный человек тоже придет к этому вопросу? Да. Продолжение следует. Да.